Блаженные миротворцы, сказал Иисус в Нагорной проповеди, значит, верующие люди и церковь должны искать пути к миру. Уже есть сегодня некоторые предложения, как некоторые выражаются обнулить церковь. То есть построить, простить всех воюющих друг с другом, солдат. Как вы думаете, почему эта церковная амнистия, обнуление, не распространяется на отверженных епископов или отлученных пастыров, собственных союзов и церковных объединений? Вы задаете вопрос, который просто ниже пояса, бьет под самый дых. Вот этот сейчас трагический период, который мы переживаем, он обнажил самое страшное, по-моему, он обнажил самое страшное в церковных людях, от простых прихожан до самых высших иерархов, отсутствует абсолютно понимание воли Божией и миссии церковной, и сути церкви, отсутствует. Все сейчас, вот иерархи, все сейчас, церковные службы, церковные команды, они все сейчас включились в повестку, навязанную политической властью. И все они сегодня следуют в фарватере именно политиков, и именно начальствующих. И Христос сегодня даже не где-нибудь сбоку, Он сегодня даже не позади этой колонны, Он сегодня просто изгнан, Он изгнан сегодня, с кафедры изгнан, Он с собраний церковных изгнан. Сегодня идет такой вот невероятный процесс обнажения пустоты в церковной среде. И поэтому амнистия, вот вы говорите, понимаете, это опять слова, но понимаете, это человек. Вот за теми изгнанными, отверженными, которых кто-то там проштамповал, как предателя, как какого-нибудь изменника, и вот это вот в годах накопилось, это все заросло с корлупой, и вы говорите, амнистию объявить. Это правильное желание. Но тот, который мог бы объявить амнистию, он в кольчуге зла, он в кольчуге самодовольства, он вот так заключен в этот железный панцирь, в котором нет уже чувства Христова, когда он говорит, я за вас посвящаю себя. Павел говорит, когда вы были враги по вашим грехам и преступлениям, Бог отдал своего дненародного сына. Как он возлюбил вас, так и вы любите. И вдруг обнаруживается нет. Ненавидеть, добро пожаловать, сколько угодно. Мстить, сколько угодно. Не прощать, сколько угодно. А прощать, нет. А любить, нет. И это вот, я считаю, самым страшным фактором происходящих сейчас трагических событий, это горькое, горькое раздевание церкви, которое обнажило свою внутреннюю боль, пустоту, к сожалению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!